И наш последний выступающий директор клиники международных отношений Национального фонда людей с синдромом FX, доктор Миллер, уже 40 лет помогает детям с особыми потребностями, их семьям и также профессионалам, которые с ними работают. А сегодня он поделится информацией о том, как мы можем преодолеть границу и разницу между представляемым и ожидаемым уровнем обслуживания таким пациентам. Доктор Миллер, пожалуйста. Большое спасибо. Для меня огромная честь выступать на этом. Я хотел поговорить с Натальей и Татьяной, с кем я последний год общался, за то, что вы меня пригласили. И также я не врач, я человек, который занимается защитой прав пациента. И я работаю уже последние, 19 лет с людьми с особыми потребностями, последние 2 года, я работаю с пациентами с синдромами FX. У меня детей нет этого синдрома, но последние более 30 лет они росли с двумя близкими друзьями, у которых есть этот синдром. Поэтому также в нашей семье этот синдром тоже присутствует. Как я говорила, также я занимаюсь международным сотрудничеством в нашем фонде в США. Также у меня есть еще роли, о которых я расскажу чуть позже. Также я с доктором Хаггерманом поездил по всему миру. Я работаю с врачами, с психологами, с врачами, учителями, с семьями, которые работают с людьми, у которых есть синдром FX. Также я бы хотела сказать, как мы можем преодолеть разницу, улучшить обслуживание таких пациентов. Женщина в голубом, это Джейн Диксон Веберн, она мама. И также она долго работает в нашем фонде, ее сын. У него есть синдром FX. И я думаю, что как раз мы здесь поздравляли доктора Хаггерман за ее долгие годы работы. Итак, родители и профессионалы, они проходят разный путь в своей карьере, в своей жизни. Что не значит, что один корабль лучше другого. И просто эти корабли прыгают в разных направлениях. И организации, занимающиеся защитой прав детей и пациентов, они пытаются сделать так, чтобы эти корабли плыли в одном направлении. А здесь я бы хотел отметить, что же профессионалы могут дать с точки зрения устанавливания контакта между желателем и медицинскими работниками. Также, какие есть потребности и пожелания у родителей, потому что иногда это разные вещи. То есть, это или очень отличается, или немножечко отличается от того, что могут дать профессионалы медицинские работники. И также вот этот разрыв между тем, что могут предоставить медицинские работники, лица, осуществляющие уход и потребностями и пожеланиями родителей. Вот как раз это очень важно понять и решить. Я бы хотел здесь кое-что отметить особо. Вот то, что касается кружочка в серединке. Это интерпретация того, что нужно семьям. И также оранжевым здесь отмечено то, что дают медицинские работники. Например, по моему опыту, за последние 50 лет я могу сказать, что я узнал, насколько важно, чтобы родители знали, что их слышат. Врачи, учителя и медработники, конечно же, эти профессионалы должны признавать и слушать. Им нужно облегчение их состояния, потому что если ребенок с определенными потребностями, с особым потребностями, особенностью нормы FX, то это, наверное, достаточно сложно. И также нужна помощь в уходе. Практически все родители хотят понять своих детей, их особые потребности. Они хотят это изучать, это узнавать. Конечно же, работники могут предоставить эту информацию. И последнее, также, что нужно родителям. То есть им нужна надежда на будущее, что это улучшится. Именно здесь в игру вступает лечение. То, что касается защиты прав пациентов. То есть мы именно объединяем пациентов и медицинских работников. И могут ли семьи и медицинских работники действовать вместе? Да, конечно же. И доктор Хагерман, и остальные – это родители. И они, которые приехали на международную конференцию нашего фонда. И в Сан-Диего в 2022 году, в марте, пройдет конференция. Можете приезжать, если это будет возможно. Вот пример того, чем занимаются организации защиты прав пациентов. И также есть разница между консенсусными действиями, также мерами вмешательства, также мерами вмешательства, пользу которых подтверждена опытом достаточного количества специалистов или результатами дельных клинических отлечек. Также можно найти это на сайте fragilex.org. И также есть научно обоснованные вмешательства. Нужно понимать, как такие пациентки-организации помогают родителям понять разницу и что является обоснованным вмешательством на основании науки по сравнению с тем, что они могли прочитать где-то в интернете. И также организации по защите прав пациентов. Есть группы по поддержке родителей, некоммерческие организации, негосударственные организации. Неважно, как называются эти организации. Одна из их основных ролей – это поддержка родителей. Следующий слайд, пожалуйста. Что такое поддержка семей? То есть это партнерское отношение между родителями. Такие организации объединяют родителей. Вы знаете, сколько раз мне родители говорили, что они думают, что они единственные, у кого дети с фенером FX. И когда они узнавали, что они часть сообщества, для них это было огромной радостью и поддержкой. Также такие организации организуют встречи групп поддержки до ковида. Это были, конечно, физические оффлайновые встречи. Чаще они проводятся онлайн. Я думаю, что в будущем это будет какой-то гибридный формат. И также мы говорим о том, что должно быть и сообщество в соцсетях, потому что мы можем общаться среди людей из разных стран. И также такие сообщества, они играют важную роль. И также направляют компетентных специалистов. То есть компетентные специалисты в данном случае это врачи и другие медработники, которые знают, в чем состоит лечение РАС и синдрома FX. И также доктор Хагерман, наверное, сто раз уже выступала, как я ее слушал. Это очень близкий ее друг. Я не врач, я не научный работник. Пациентские организации должны все очень доступно объяснять. Пример. То, что касается нашего сайта. Там можно найти страницу. То есть нужно обновить этот слайд. Обычно это были согласованные консенсусные рекомендации. То есть сейчас это называется страница рекомендации по лечению. Это все написано очень дружелюбно. И также это написано очень понятным языком, потому что основная аудитория – это родители, те, кто осуществляет уход. И это читают не врачи, не научные работники. Также очень важно, чтобы эти документы у всех были. Следующий слайд. Защита прав пациентов. Возможности диагностирования. То есть были диагностические возможности. Что делать, если даже диагноза нет? И компетентная оценка и соответствующее размещение. То есть размещение после того, как их провели оценку, анализах, где они будут получать услуги, терапию, специальное обучение. Могут ли они ходить в обычный класс. А также, может быть, им нужно какое-то отдельное обучение. Или законные права в США, по крайней мере. В каждом штате свои законы, нормы и законодательные акты в отношении людей с особыми потребностями. Права тоже разные. Программа поддержки перехода к взрослой жизни. Это сейчас становится все более важным, потому что так как дети быстро растут, нам нужно думать, что они будут делать, когда станут взрослыми, как они будут жить свою жизнь. И нужно очень рано об этом задуматься родителям за много лет до этого. То есть особенно, как я могу сказать, что у нас в США, то есть, например, очень важно начинать помогать детям на ранних этапах. И также им это очень поможет во взрослом состоянии. То есть для того, чтобы они, когда стали взрослыми, могли наслаждаться жизнью. И также не должна поддержка заканчиваться в 18 лет или в 21 год. Также необходимо обеспечить поддержку и семьи, и всего сообщества. Также я бы хотела представить общую модель семьи всегда сверху. То есть это основной фокус. Организации по защите прав пациентов, они также работают с правительством, также с образовательными исследовательскими учреждениями, с врачами, педагогами, консультантами, и также фармацевтическими и гимнадрическими компаниями. Так выглядит модель работы с синдромом FX. У нас есть национальный фонд, который доктор Хагерман как раз и основал. В 1984 году. И также есть сеть, национальная сеть. Туда входят родители из 50 штатов. Также мы работаем очень близко с Национальным институтом здравоохранения. Также работаем с Центром геологических заболеваний. Также у нас есть консорциум. У нас сейчас 34 клиники в США и 10 клиник в других странах. Я надеюсь, что я когда-то смогу рассказывать о клинике в России. Я надеюсь, что у нас тоже будет представительность нашего консорциума в России. И также мы участвуем в клинических исследованиях. То есть мы объединяем исследователей. И также мы делаем это для того, чтобы лечение было улучшено. И также есть национальный фонд. Да, есть сайт. Также у нас небольшая команда из 8 человек. Есть комитет по клиническим исследованиям, национальный фонд, ломка экс-хромосомы. И также есть управляющий совет. Практически это все у родителей. Я бы хотел также рассказать немного. Видите, институт Дэвиса Майнца. Также я с доктором Хаггерман там работал. И у нас была международная программа по заболеваниям нейроразвития. И у нас было 30 врачей, психологов из разных стран со всего мира, которые приехали в институт Майн на 3-12 месяцев для того, чтобы узнать о синдроме FX, о других нейрозаболеваниях. И тем не менее, у нас пока не было наших представителей из России, да то есть людей из России. Если вы заинтересованы, пожалуйста, пишите мне в отношении этого. И можете узнать о международной программе обучения. Мы с удовольствием ждем вас. Все, конечно же, согласятся, что очень важна поддержка семей, да. И также, как организация защиты пациентов, да, то есть это как раз структура, которая объединяет родителей. И родители, они так хотят поговорить с другими родителями, у которых похожая ситуация. И также многие родители именно там могут поделиться своими чувствами и ощущениями. Так, здесь другой должен быть слайд. А еще я слайд. Что может пойти не так? Да, я думаю, что вот именно этот слайд нам и нужен. Я много раз видел, как это происходит. Итак, поддержка между родителями, да, то есть родителей и родителей. То есть есть исследования правительства, да, которые также говорят о том, что в эмоциональном плане семьи часто признают, что в первую очередь они хотят поговорить не с медицинскими работниками, а с другими родителями, у которых есть такой же опыт, который проходит через то же самое. И что может здесь пойти не так? И родители боятся участвовать в встречах, потому что у них настолько глубокие интенсивные чувства, то есть они не понимают, что им нужно делать. И также в некоторых странах мы поняли то, что многие семьи не ищут какой-то помощь извне. И также они считают, что это проблема семьи, ответственность семьи, да, конечно, не так, а иногда им даже и стыдно. Мы как раз занимаемся всеми этими аспектами. Это мой последний слайд. Мне всегда нравится в конце говорить о том, что может помочь. Мы можем нести большой вклад в ситуации, да, работать даже с одним ребенком, родителем, парой, семьей. Чем больше вы поможете, тем больше вероятность, что они помогут кому-то еще. Есть эффекты, да, то есть родители могут помогать друг другу, да. И пациентская организация – это то, то, что помогает объединять и родителей, родителей и медицинских профессионалов, и делать это правильно. И мне нравится очень эта цитата индийского поэта, который написал, что я спал, и мне снилось, что жизнь – это радость. Я проснулся и понял, что жизнь – это служение. Я начал трудиться и понял, что служение – это радость. Большое спасибо. Большое спасибо, уважаемый Робби Миллер, за то, что прилились к такой подробной информации о том, как мы можем объединить родителей, медицинских специалистов и их семьи. И также мы, я надеюсь, будем больше поднимать вопрос синдрома ФИКС. Мы планируем проводить наши совместные исследования. И я также занимаюсь международным отношением в нашем фонде. Я помогаю другим странам учиться на опыте других стран. В США очень большой опыт. И также мы можем поделиться своим опытом. И большое-большое спасибо.